Новая схема мошенничества в сети интернет и по СМС. Мошенничество через СМС состоит в том, что в сообщении отправляют информацию, нацеленную на то, чтобы вынудить жертву отправить деньги на счета, на телефон или перезвонить на незнакомый номер. Самые распространенные примеры – призыв о помощи от родственника, блокировка платежной карты, выигрыши в лотереях, требования погасить кредит или вернуть ошибочный перевод. Полиция Кызыла предупреждает граждан о видах мошенничества с использованием сотовых телефонов, СМС-сообщений, банковских карт интернета. Наиболее распространенным сайтом является социальная сеть контактов. Главное страницу пользователей и под различными предлогами просит занять денег в долг. При таких случаях необходимо позвонить тому лицу, который просит в долг и уточнить, действительно ли он направлял СМС-сообщение. Также наиболее распространенным мошенничеством считается через использование вредоносных программ. Это приходят различные СМС-сообщения с ссылкой и пояснениями, перейдите по ссылке, после чего доверчивые граждане переходят по ссылке и тогда происходит считывание информации. Если имеется приложение «Мобильный банк» от Паузбербанка, то злоумышленник получает данные счета граждан, также персональные данные. По таким сомнительным ссылкам не надо переходить. В случае утери телефона, на котором установлено приложение «Мобильный банк», сразу блокируйте СМ-карту и банковский счет, который напрямую связан с вашим мобильным устройством, звоните на горячую линию банка.